Мы рады вас приветствовать в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Маумана. У нас сегодня с вами вебинар, семинар, посвященный актуальным изменениям в трудовом законодательстве в 2018 году. Я сейчас вам дам всю необходимую информацию об изменениях, затем я задам вам вопросы, у меня будет 5 вопросов к аудитории. И если вы правильно ответите на эти вопросы, если будете внимательно слушать, то вы ответите правильно. Тогда я буду готова ответить на ваши вопросы, если они появятся. Договорились? Все. Это информация о нашем Центре. Нам уже более 25 лет, в этом году 27 лет исполняется нашему Центру. У нас более 250 преподавателей и очень много выпускников, которыми мы гордимся. А также много курсов, на которые мы тоже вас приглашаем. Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева. Это мои регалии. Я начинала работать преподавателем. Затем кризис жанра. Ушла в HR, к ее нарисовался человеческие ресурсы. Окончила годичные курсы при МГУ имени Ломоносова. Получила диплом о профессиональной переподготовке. Это важный момент, потому что мы сегодня будем говорить про профессиональные стандарты. Там изменения кое-какие. И стала HR. Выросла до директора по персоналу. И в качестве директора по персоналу пришла сюда, на наш Центр. На сегодняшний день я вернулась к своей первой профессии. Я преподаю. Веду курсы по управлению персоналом. Кадровые курсы. Консультирую, публикуюсь, выступаю. Мои контакты вы можете видеть здесь, на слайде. Это моя корпоративная почта. Более подробная информация на вашем сайте. Специалист.ру. У каждого преподавателя есть своя страничка. Ну и, конечно, в социальных сетях я тоже есть. Это схема прохождения курсов по кадрам менеджмента. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, это касается многих курсов. И в первую очередь, конечно, верхней части. Потому что нижняя часть – это менеджмент. Верхняя часть – это курсы по кадровому делопроизводству, трудовому законодательству и так далее. Поэтому в основном я буду опираться вот на эти курсы. Такая схема есть у нас на сайте. Если кого-то интересует, вы можете посмотреть. По окончании курсов мы выдаем два основных документа. Это удостоверение о повышении квалификации либо диплом о профессиональной переподготовке. Статус диплома, естественно, серьезнее, выше. Ну и кого интересует разница, тоже можете подойти. Мы все вам об этом расскажем. Чем будем заниматься сегодня? Наши 45 минут, отведенные. У нас шесть вопросов основных. Первый вопрос касается особенностей заключения трудового договора с несовершеннолетним работником. Внесены изменения в эту часть. Затем мы обсудим рабочее время и время отдыха. Там тоже существенные изменения. Изменения в оплате труда работников произошли за последний год. Несколько слов о внедрении профессиональных стандартов. Там не очень существенно, но важные изменения произошли. Существенные изменения в введении кадрового делопроизводства. И, наконец, самая приятная тема, мне кажется, это о проверках, потому что нам надо быть всегда готовыми к проверкам. Есть плановые, есть внеплановые проверки. И в любой момент мы должны понимать, что новенького в Государственной инспекции труда, Роскомнадзоре, потому что, прежде всего, они нас будут проверять, я имею в виду кадровую службу. И мы должны быть готовы к этому. Вот такие вопросы мы с вами обсудим сегодня. Итак, вопрос первый. Что будем говорить о несовершеннолетних? Здесь мы рассмотрим две статьи. Это 63-ю статью, в которую были внесены изменения, и 94-ю статью, в которую тоже были внесены небольшие изменения. Вот первое изменение в части 2 статьи 63, оно касается, вот я выделила даже полужирным, тем, что добавили в часть 2 фразы лица, достигшие возраста 15 лет в соответствии с федеральным законом, но, собственно говоря, здесь вот как-то все это обрывалось и дальше шло. Добавили, оставившие общеобразовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее образование в иной форме обучения. Это очень важное указание, потому что в возрасте до 15 лет, как правило, у нас наши работники несовершеннолетние, они учатся еще в общеобразовательной школе. Но бывают ситуации, когда они уходят, бросают, оставляют, ну вот что-то еще, и законодатель нам вот это уточнил. Это такое небольшое уточнение, которое мы должны иметь в виду. Примерно такое же уточнение в части 3. Это касается работников 14 лет. Вот, жирным я выделила то, что добавили. На этом все заканчивалось. Тут либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 14 лет для выполнения в свободное время получения образования легкого труда и так далее. То есть здесь тоже есть уточнение лиц, которые получают общее образование. Далее по норме работы, 94 статья, два добавления есть. По часам ничего не изменилось. Сразу же хочу сказать, чтобы мы так сильно не уникали в это. Здесь просто добавлена еще ситуация, связанная с дополнительными разъяснениями о том, что сюда попадают под эту статью работники, включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование, работающих в период каникул. Потому что очень много вопросов возникало. Так вот, речь идет о том, что если работник в возрасте от 14 до 18 лет во время каникул работы, то на него распространяются те же самые правила. Не как на взрослых людей, а все-таки те же самые правила, потому что вопросы были. Ну и вот, пожалуйста, здесь изменений нет, просто уточнение. 4 часа, 5 часов и 7 часов в зависимости от возраста. И также в 94 статью, в абзац 2 был введен, где написано, что для получения, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование и смещающих в течение учебного года получение образования с работы и те же самые часы. Еще раз напоминаю, что и 63 статья, и 94, это просто уточнение по формулировкам. Вместе с тем, у нас есть вот лица, да, то же самое, это абзац 3, для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное образование. Так вот, вместе с тем, у нас есть работники, которые работники возраста до 18 лет, которые получают общее образование или среднее профессиональное образование, совмещающее в течение учебного года получение образования с работы. И здесь написано, что не может превышать половины норм установленных в части первой настоящей статьи для лиц соответствующего возраста. Тоже понятно, если он обучается, да, то, естественно, мы берем нормальное продолжение рабочего времени для этой категории, делим полам и, собственно говоря, делаем какие-то заключения. Это изменения, касающиеся лиц, не достигших возраста 18 лет. Теперь следующий вопрос по рабочему времени и времени отдыха. Здесь сразу в несколько статей внесены изменения. Это неполное рабочее время, ненормированный рабочий день, перерывы для отдыха и перенос выходных дней. Я взяла изменения за год, за последний год, не календарный год, потому что у нас не 1 января сегодня, да, а какая дата сегодня? 14 мая уже, да, уже практически лето. Вот, поэтому я взяла за год, чтобы мы могли ориентироваться. Так вот, неполное рабочее время. Очень много вопросов возникало, вот по какому вопросу. Например, значит, 93-я статья Трудового кодекса, там написано о том, что есть категории работников, которым работатель не имеет права отказать, в случае, если они написали заявление с просьбой предоставить неполное рабочее время. Ну, например, это один из родителей, опекун или попечитель, ребенка, достигшего возраста 14 лет, ну, а ребенка инвалидов до 18 лет, да, вот такая категория есть. Возникал вопрос, хорошо, мы предоставляем, но как предоставляем? На какой срок? По желанию работника? Сколько по времени это должно быть? А если наше производство не может позволить себе такую роскошь и так далее? Очень много вопросов. Поэтому законодатель разъяснил нам вот этот момент. Итак, неполное рабочее время. В статье 93, в часть 1, внесены следующие дополнения. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой срок, согласованный сторонами трудового договора. То есть, как договоритесь, так и будет. Законодатель сюда у нас не вмешивается. Это на усмотрение между работником и работодателем. Но ведь могут быть недопонимания, согласитесь. Идем дальше. Часть 2. При этом неполное рабочее время устанавливается. Вот все, что жирно, это добавление. На удобный для работника срок, но не более, чем на период наличия обстоятельств. То есть, если ребенка уже исполнилось 14 лет, все обстоятельства закончились, следовательно, работодатели имеют право предложить работнику все-таки вернуться на полный рабочий время. Но если работник не согласен, то это уже дисциплинарное нарушение, взыскание и т.д. И далее. Время начала и окончания работы, время перерыва в работе устанавливается в соответствии с пожеланиями работника на первенстве, но и с учетом условий производства работы у данного работодателя. То есть, опять же, законодатель говорит, да, пожалуйста, решайте, обсуждайте, вводите. Если не договоритесь, тогда, пожалуйста, Государственная инспекция труда и суд вам в помощь. А дальше мы должны будем доказать, что у нас, ну, как работодатели, да, что наше производство не может себе позволить эту роскошь. Также в 93-й статье есть следующее требование. Работодатель обязан по требованию работников, которые там перечислены, в том числе и лиц, имеющих детей, вот, что, 14 лет, предоставлять им право работать неполное время. Но там сказано, что только один из родителей, или опекун, или попечитель. А как работодатель об этом узнает? Следовательно, нужно какое-то подтверждение. А теперь ситуация. В законодательстве ничего не сказано о том, что требуется подтверждение. Работник говорит, сори, я ничего подтверждать не буду, я написал, вы обязаны мне это предоставить. Конфликт? Да, конфликт. Чтобы решить этот конфликт, опять же, законодатель уточнил следующее. Есть письмо Минтруда от 17 ноября 2017 года, где сказано, что если такой просьбой обращается родитель ребенка до 14 лет или до 18 лет, ребенок инвалид, то работодатель может, это не обязанность работодателя, а его право потребовать у такого сотрудника справку с работы супруга, второго родителя, о том, что такой льгот супруг не использует, чтобы они оба не использовали эту льготу. Вопрос. А что делать, если он не предоставит эту справку? Составить акт и? И все? Будем предоставлять или не будем предоставлять неполное рабочее время? Ну, следующая фраза все решает. В противном случае, то есть если не будет справок, в предоставлении права на неполное рабочее время работнику может быть отказано. То есть это уже право работодателя решать, будет он предоставлять неполное рабочее время или нет. Вот, это тоже очень важный момент. Далее. Еще один вопрос, который очень часто возникал, добавлена еще вот одна часть, вопрос по ненормированным рабочим днем. Вот у нас есть ненормированный рабочий день, вы знаете, да, что это время работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по указанию, по распоряжению работодателя, эпизодически, при необходимости, ну и так далее, и так далее, вот это вот узаконенное рабство. Теперь вопрос. Значит, у нас все работники, ну, предположим, все руководители структурных подразделений, работают с ненормированным рабочим днем. Это зафиксировано в коллективном договоре, например, если он у вас имеется в локальном нормативном акте, в трудовых договорах, все замечательно, все прекрасно. Но один из руководителей структурных подразделений, ну, поскольку там не очень большой объем работы, он работает, или совместителем полдня, либо небольшой объем работы, у него просто непонятный рабочий день. Не с 9 там до 18, а с 9 до 14. Вопрос. А как же ненормированный рабочий день? Ведь в 101 статье больше ничего об этом не сказано. Так вот, внесены изменения, касающиеся именно этих разъяснений. Теперь у нас в части 2, 101 статье написано. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день, может устанавливаться, только если с соглашением сторон трудового договора установлена, неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем смены. То есть он работает не каждый день, но полный день. Тогда, пожалуйста, это может быть ненормированный рабочий день. Но если он работает не 8 часов, как все остальные, а 4, 5, 6 и так далее, то в этом случае мы не можем установить ненормированный рабочий день. Разница понятна, да? Понятно, да? Далее. Тоже возникали очень много вопросов, но, например, такой вопрос. У нас работает совместитель, он работает по 2 часа в день и в 108-й статье написано, что мы обязаны предоставлять ему перерыв для отдыха и питания не менее чем 30 минут. Я говорю, слушайте, ну это смешно. Я пришел, час поработал, 30 минут отдохнул и опять час поработал и все. День разбит, увеличивается, не хочу. Пишет заявление, не хочу, работодатель идет на встречу, нарушение, конечно, нарушение, конечно. Придет государственный инспектор труда, говорит, да, нарушаете права работников, у нас написано и так далее. Так вот, чтобы убрать вот это декое несоответствие, в 108-й статью, в часть 1, внесены следующие добавления. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работе смены не превышает 4 часов. Если ровно 4 часа, можно не предоставлять, а если 4 часа и 1 минута, тогда уже обязаны. То есть здесь вот такое послабление, я думаю, что это правильно, это верно, так оно и, собственно, и должно быть. Далее. У нас идет следующий момент, это перенос выходных дней в 2018 году. Ну, собственно, каждый год у нас переносится, да, какие-то выходные дни и так далее, а вопрос все равно зависает. Дело в том, что трудности возникают тогда, когда работник берет отпуск, ежегодный оплачиваемый отпуск, и мы вот ломаем голову, не знаем, как правильно рассчитать, потому что, ну, перенос-то был, мы понимаем, что в количество этих дней отпуска не включаются государственные праздники, да, но был же перенос, поэтому даже иногда говорят, праздник перенесен, там, Рождество перенесено на какой-то там 9 мая, там, 8 мая, 2 мая, не важно. Вот, и вот начинаются эти мучения. Так вот, во-первых, давайте посмотрим, как переносятся выходные дни в 2018 году, вот они переносы. Теперь вопрос, чтобы вам было легче ответить, я сейчас выведу на экран календарь, и мы вместе с вами разберем. А вопрос заключается в следующем. Работник написал заявление, ну, или по графику отпусков, вот так еще будет лучше, да, безо всяких, что отказать нельзя. По графику отпусков у работника отпуск начинается 23 апреля. Первая часть отпуска – 14 календарных дней. Вопрос, когда этот отпуск закончится, то есть, когда он был последний день отпуска и когда он должен выйти на работу. Вот перед нами календарь, вот у нас апрель, понедельник, 23 апреля, начинается его отпуск. Что здесь произошло? Здесь суббота 28-го была перенесена на 30-е, на понедельник. Здесь с 7-го января, с Рождества, было перенесено на 2-е, на среду. И возникает вопрос, боже мой, а как же нам рассчитать, ну, количество дней отпуска, понятно, там 14, когда он должен выйти на работу. пожалуйста, ваше предложение. Вебинаристы пишут в чате, ну, а очные слушатели, я вас хочу послушать. 14 календарных дней отпуска, календарных. В чем сложность этого кейса? Вот я не очень понимаю. Все же очень просто. Верта. 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 Ну, правильно. Я же специально хотела запутать, чтобы мы подумали и поняли, что на самом деле ничего сложного нет. В количество ежегодного отпуска не включаются только государственные праздники. Абсолютно. Потому что переносятся не сами праздники, а переносятся в выходные дни. А выходные дни мы же не в календарных днях считаем, в смысле не в рабочих днях считаем, а в данном случае в календарных днях. Поэтому мы даже не обращаем внимания на эти переносы. Ну, были переносы, ну да, воскресенье перенесено, там на среду. Но нас это не должно волновать абсолютно. Мы открываем 112 статью и видим все наши 14 праздников. 14 у нас праздников на сегодняшний день, да, государственные? 14, правильно. А праздничные дни. И смотрим. В нашем случае только 1 мая это государственный праздник. Все остальные это нет. Тогда считаем. 1, 1 день, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9 день, 10, 11, 12, 13, 14 дней отпуска, это понедельник 7. У 8 на работу. У него короткий день, супер, ему повезло. 9 опять праздник. Если бы у него было 28 календарных дней, мы бы 9 не включали сюда. В данном случае только в государственные праздники. Поэтому путаться не будем. Да, молодцы наши слушатели-выминаристы, написали 8, вижу. 8, это на работу, я так понимаю, да, это все правильно. А кто-то написал 10. Ну и правильно. Один день туда, один день сюда. Вот, значит, правильный ответ еще раз. На работу выходит 8, последний день отпуска 7. Хорошо. Да, вот 8 выход, все правильно. Жанна, спасибо. И все остальные, кто отвечал. Благодарю вас. Поэтому сейчас я вернусь на предыдущий слайд, потому что там как раз вот эта очень важная вещь указана. Каждый год переносится выходные. Постановлением правительства в данном случае у нас 1250-е постановление было на этот год. И при переносе выходных дней на будние дни включается в общую продолжительность отпуска и оплачивается в отличие от официальных праздников. Официальные праздники не включаются, и там включаются. Вот такие изменения. Далее. Третий вопрос, который мы с вами рассмотрим, это изменение в оплате труда работников. Это индексация зарплатной платы в рот, оплата сверхуручной работы и выплата зарплатной платы в иностранной валюте. Интересно звучит, правда? Так вот. Если мы говорим об индексации зарплатной платы, я думаю, что все кадровики правильно ответят, что индексацию должен проводить любой работодатель, независимо ни от чего и ни от кого. А какие новости произошли в этом году? Это то, что 134-я статья, что работодатель обязан индексировать зарплату. То, что определен минимум, на который будет индексироваться. Минтруд уточнил, что в случае роста потребительских цен в России работодатель обязан увеличить зарплату своих работников на соответствующий процент. Ну иначе, естественно, административное наказание, штраф и все прочее. На какой процент будем увеличивать в этом году? По данным Росстата, инфляция на 2017 год составила 2,5%. Это очень низкая инфляция. Именно на этот процент мы должны увеличить. Не менее. Больше, пожалуйста. Меньше нежелательно. Далее. Ситуация. Предположим, мы не увеличили, то есть официальную индексацию не провели, но выплатили всем работникам премию. Раз в 10 больше, чем вот этот процент. Как вы думаете, мы нарушили законодательство? Работодатель. Нарушил законодательство? Чем же? Я всегда тоже так говорила раньше. Чем же нарушил? И вот в законодательстве нет прямого ответа. Нарушение это или не нарушение. Но зато есть судебная практика. Есть судебная практика. Так вот. Давайте посмотрим. В некоторых случаях, в некоторых случаях, суды оправдывают отсутствие ежегодной индексации зарплат. Например, работодатели обеспечивают увеличение доходов сотрудников через выплаты премий или через привязку к выполнению планов работ предприятий. И дальше ссылка на обзор судебной практики. Все официально, все по взрослым и так далее. Так вот. Здесь, конечно, есть риск. Если мы официально не проводим индексацию, потом в суде надо будет доказать, что мы выплатили эту сумму, но назвали не индексацией, а как-то иначе. Нужно показать, что это за деньги? Да, абсолютно верно. Правильно нужно оформить. Вместе с тем, вот это в некоторых случаях меня, конечно, несколько напрягает. Поэтому, чтобы уйти от этих рисков, конечно, лучше оформить это как индексацию, премия отдельно, индексация отдельно и все. Ну, просто имейте в виду, что такой опыт судебный тоже имеется. Теперь МРОД. Как расшифровывается МРОД? МРОД. Молодцы. Минимальный размер оплаты труда. И с 1 января 2018 года он составляет в Российской Федерации. Да, есть ли жизнь за МКАДом, нет ли жизни за МКАДом, да? По России. Россия – это еще не вся Москва, вернее, Москва, не вся Россия. Есть все-таки продвинутые люди. Да, совершенно верно. 9489 рублей повышено. При этом регионы могут устанавливать свои коэффициенты. Ну, в частности, самый высокий коэффициент, я так всегда думала, в Москве, но говорят, где-то на севере есть еще выше. Вот если мы говорим о Москве, то МРОД составляет 18742 рубля. И обратите, пожалуйста, внимание, что к 2019 году МРОД планируете приравнять к федеральному прожиточному минимуму. Это очень важный момент. А вот, да, 11 с копейками – это кто-то в Подмосковье, наверное, живет. Или в каком-то другом регионе. Да, спасибо, это наши вебинаристы пишут. То есть будем вот идти к прожиточному минимуму. Но и это еще не все, потому что возникают вопросы, тоже достаточно часто. А что делать, если работник работает в неполной ставке? Ну, совместитель. Мы же обязаны всем МРОД платить, правильно? А он совместитель. Какой-то нет. А где это написано? А если полная работа, то МРОД мы обязаны. А если не полная работа, то МРОД мы обязаны. Да где же это написано? Да, написано в кодексе. Ну, вы скажите мне, пожалуйста, статью, и тогда я... Слушайте, они мне нравятся. Хорошо. Ну, давайте действительно разберемся. 133 статья, да, часть 3. Там написано, что за полную ставку зарплаты в месяц не может быть меньше МРОД. Полную ставку отработал, МРОД получил. Не меньше. Не полную ставку отработал? Ну, значит, пропорционально. Совершенно верно, да. Ну, и вот пример. Если для полставки, да, минимальная зарплата составит не 9,489 рублей, а в два раза меньше. 4744,50, если я правильно посчитала. Я надеюсь, что правильно. Калькулятор меня не подводит, как правильно. Ну, и вот прожить, что минимум. Теперь сверхурочная работа. Со сверхурочной работой тоже не все так просто. Две статьи, 152 и 153. Но поскольку у нас кадровики приходят к нам на курсы, и мы обсуждаем все эти вопросы, то я поняла, что для кадрового работника работа выходной, нерабочий, праздничный день, сверхурочная работа – это что-то единое. Видимо, законодатель тоже так понял, что разделять бесполезно, поэтому он просто сделал разъяснение, разъяснение следующее. 152-ю статью он добавил в часть третью, где написано, что работа, произведенная сверх нормы рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни, обратите внимание, выходные и нерабочие праздничные дни. То есть человек не должен работать, но он вышел по приказу работодателя. И оплаченное в помышленном размере, либо компенсированное предоставлением другого дня отдыха, мы же можем не обязательно деньгами, а мы можем другой день отдыха по просьбе работника предоставить. В соответствии с статьей 153, не учитывается при определении продолжительность сверхурочной работы, подлежащей оплате в помышленном размере и так далее. То есть, если работник отработал свои 8 часов, потом у него сверхурочная работа, как она будет оплачиваться? Первые два часа в полуторном размере, последующие в двойном размере. Если он выходит в воскресенье или в субботу, или в нерабочий праздничный день, то как оплачивается? В двойном размере. Видите, в чем разница, да? Поэтому здесь законодатель говорит, вот вызвали вы в субботу или в воскресенье, то оплачиваете не так, как сверхурочную, если он отработал и так далее, не в полуторном, а просто в двойном размере. И больше уже там ничего не рассчитывается и так далее, и так далее. Все, вы закрыли эту тему, и все. Но и это еще не все, потому что в 153 статье добавлено следующее. Вот тоже много вопросов из дикого. Ну хорошо, вышел он в субботу, поработал, но он не целый день работал, не 8 часов, а там за 6 часов справился или за 4 часа. И непонятно, как ему платить. Написано, что в двойном размере, то есть мы весь день оплачиваем, хотя он отработал фактически меньше. И здесь законодатель тоже нам разрешает оплату за фактически отработанные числи. Вот оно, новшество, да? Если раньше непонятно было, как платить за целый день или нет, то здесь все четко. Сколько отработал, за столько и получил. Часть рабочего дня смены. Причем, обратите внимание, если это смена, да, то от 0 часов до 24 часов, то есть там четко оплачено. Например, работник в субботу отработал 2 часа. В двойном размере он оплачивается именно эти 2 часа, независимо от того, в каком графике или режиме он работает. Далее, 131 статья нам четко говорит, что заработная плата выплачивается в чем? В валюте Российской Федерации в рублях. Там есть еще и денежные выплаты, и все. Но у нас есть, например, организации, иностранные организации и так далее, которым удобнее рассчитываться в валюте своей страны. И раньше ни запрета не было, собственно говоря, прямого запрета не было на выплату, но сомнения очень часто возникают, как же так вам в долларах платят, или еще в чем-то евро и так далее. На сегодняшний день, опять же, слава богу, все разъяснилось, потому что 131 статья, дополненная частью первой, следующей фразой. В случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле выплаты заработной платы может производиться в иностранной валюте. И дальше вот тот самый закон, который и регулирует валютную операцию и валютный контроль. Можете его почитать. Далее, переходим к четвертому вопросу. Это особенности внедрения профессиональных стандартов. Здесь немного изменений, но тем не менее они имеются. Во-первых, введена независимая оценка квалификации. И, во-вторых, профстандарты должны быть введены до 2020 года. Вот теперь все испугались, у кого еще не введены эти профстандарты, у вас осталось не так много времени. Но если у вас организация какая? Государственная, совершенно верно. Итак, независимая организация, оценка квалификации, требования 195-й статьи с индексом 3 о том, что процедура подтверждения соответствия квалификации положения профессиональных стандартов или квалификационных требований, установленных законодательством, проведенную центром оценки квалификации. Для каких-то должностей это обязательная процедура, но для кого-то это не обязательно. Ну, там есть перечень определенный и так далее. Так вот, обязательная оценка квалификации должна будет, скоро это введут, это проект пока закон, но тем не менее изменение закон для водителей. Это очень важно, и я думаю, что это правильно. Работодатели смогут опускать водителей к работе только если у них будет действующее свидетельство о независимой оценке квалификации. И ожидается, что положение этого закона будет вводиться постепенно в течение двух лет после вступления самого закона в силу. Как только он вступит, мы все отчитываем в два года и постепенно будем вводить. Так что, если у вас есть водители, пожалуйста, обратите внимание. Далее. Мы уже сказали, что до 2020 года, согласно постановлению правительства, номер 584, перечисленные организации, здесь, в основном, это государственные, должны внедрить профессиональные стандарты. Если ваша организация относится именно к ним, то, пожалуйста, обратите внимание, времени не так много осталось, надо это делать. Они будут вводиться поэтапно, обязательно разрабатываются планы введения этих профессиональных стандартов, и в этом же документе указан срок, не позднее 1 января 2020 года. Ну, а дальше уже санкции включаются, и так далее, и так далее. Далее. Также изменения коснулись введения кадрового дела производства. Например, у нас вводится новый ГОСТ, мы переходим на электронный документоборот, и еще изменились сроки хранения документов по личному составу. Ну, начнем с ГОСТа. Этот ГОСТ новый, ГОСТ R7 097 2016 года, хотели еще ввести в прошлом году, если кто-то помнит эту историю, да, 1 июля 2017 года. Но потом что-то пошло не так, и решили на год перенести. Так вот, этот ГОСТ вводится вместо устаревшего, морально устаревшего ГОСТа R6.30 2003 года. Так же, как и старый ГОСТ, новый ГОСТ носит рекомендательный характер для определенных организаций. Для государственных организаций, бюджетных организаций, эти ГОСТы обязательны. Для всех остальных они не являются обязательными. И вместе с тем, я все-таки советую их использовать, эти правила, потому что они единые правила, утвержденные. И не надо изобретать велосипед, да, у нас все есть. Вместе с тем, в ГОСТе, в частности, предусмотрены правила ведения электронного документа. Там достаточно много изменений. Если кто-то читал новый ГОСТ, то вы, наверное, обратили внимание, что он структурно изменился, и по содержанию. Он более современный, и там, например, как правильно ввести и оформлять электронные документы. Так вот, если мы говорим об электронных документах, то один из первых документов, который мы видим в электронном виде, как называется? Да. Кто-нибудь видел электронные больничные? Нет? Никто еще? А они ведь уже есть, говорят. С первого июля 2016 года, уже год, да, лестки интерспособности можно ввести в электронном виде. Но при этом есть некие условия. Условие следующее. То медицинское учреждение, которое выдает лестки интерспособности, и работодатель, они должны иметь некую программу, все-таки зарегистрироваться, да, в информационной системе, через которую они будут передавать эту информацию. Этого еще недостаточно, потому что есть работники, которые должны дать свое согласие на оформление этого документа в электронном виде. Не даст согласие, все, вы установили эти, зарегистрировали, да, у вас есть система, но не сможете работать, потому что работники не дали согласие. И еще. На сегодняшний день это не является обязательным на электронный, в частности, исток интерспособности, поэтому работодатели не обязаны регистрироваться в системе соцстраха, значит, принимать электронные больничные. Это письмо ФСС, они просто объясняют, что пока мы это все проверяем, через некоторое время, наверняка, все это будет в электронном виде, но вот пока ситуация такая, что мы постепенно это делаем. Кроме того, если кто-то зарегистрирован на сайте госуслуги, портал госуслуги, да, очень удобно, согласитесь, потому что очень многое можно сделать через этот сайт, не выходя из дома. Вместе с тем, он, конечно, не доработан, там есть какие-то глюки и все прочее, но идем верным путем, поэтому это очень хорошо. Так вот, вышел приказ Минтруда о том, что запущен пилотный проект по переводу кадровых документов в электронную форму, обратите внимание, всех кадровых документов в электронную форму, пока это пилот, и в этом пилотном проекте участвуют, да, я вижу, да, вижу, вот Марина написала, что видела электронную больничную, к сожалению, нет программы, пишет Марина, мы работаем, а Ирина пишет, что работает с электронной больничной, здорово. Еще я вижу кейс с Мариной, я обязательно отвечу на ваш кейс, да, спасибо. Так вот, 8 работодателей пока официально участвуют, про Сбербанк здесь ничего не написано, есть РЖД Ростелеком, а я вам верю, а я верю, потому что здесь есть Ибдур, они вот там, ну вот, например, РЖД Ростелеком, Газпромбанк, Ничел и, наверное, и другие какие-то организации, всего их 8 официально, они уже участвуют в этом пилотном проекте. Этот эксперимент проводится в 4 этапа, с 23 марта 2018 года по 1 октября 2018 года, а дальше уже будут, видимо, делать вывод, будем мы это внедрять, в масштабах состранения. Но я думаю, что все к этому идет, и надо уже готовиться морально, как минимум, к этой ситуации. Это очень удобно, да. По срокам хранения документов по личным составам. Значит, хочу напомнить о том, что у нас есть перечень документов с указанием сроков хранения, да, и надеюсь, что все в курсе, что есть такой перечень 2010 года, утвержденный приказом 558-й Минкультуры. И в этом перечне написано, 19-й статья о том, что документы по личным составам, там А, Б, В, да, вот Б, это документы по личным составам, хранятся, срок хранения двух видов. Какие сроки хранения там? Помните? 75 лет и 5 лет. Все, больше ничего нет, все замечательно, все прекрасно. И мы живем по этому перечню, пользуемся так. Какие? Это приказы по основной деятельности. А мы говорим по личным составам. Так вот, и забываем мы о том, что кроме перечня есть вообще на минуточку еще и федеральные законы. Например, закон об архивном деле, 125-й федеральный закон, куда были внесены изменения в прошлом году. Что это за изменения? Ну, во-первых, тут написано, что эти документы подлежат экспертизе ценности документов, когда сроки уже истекли. Вот. И еще о том, что эти положения, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, не распространяются на документы по личному составу, в отношении которых действующими перечнями архивных документов с указанием срока хранения в основном иной срок хранения. Ну, вот так вот запутано, запутано, запутано. На самом деле все очень просто. На схеме смотрим, а на схеме следующее. В этом федеральном законе 125-м написано, что документы по личному составу созданные до 2003 года хранятся 75 лет. Все замечательно, как и было. Документы по личному составу созданные начиная с 2003 года можно уже хранить не 75 лет, а 50 лет. И это правильно, потому что если мы будем переходить на электронный документ оборот, то зачем, собственно, загромождать наши архивы и так далее. Но исключение составляет государственная служба. Все документы по личному составу государственных служащих хранятся по-прежнему 75 лет после прекращения государственной службы. Представляете? Вот это вот очень важный момент. Далее. Заключительный, шестой вопрос, новый в проверках государственной инспекции труда и Роскомнадзора. Использование проверочных листов, о которых наверняка вы слышали, применение риск-ориентированного подхода, о котором вы наверняка слышали. Новая рекомендация по содержанию локально-нормативного акта об обработке персональных данных и ведение административной ответственности. Административной была уголовная ответственность, теперь административная ответственность за нарушение правил обработки персональных данных. Итак, проверочные листы. Проверочные листы очень облегчают жизнь всем и государственным инспекторам, и нам, как работодателям. Взяли, посмотрели, на что они будут обращать внимание, проверили себя, все, молодцы, Ну, супер. Значит, официально с этого года плановые проверки, плановые проходят по этим проверочным листам. Введены списки контрольных вопросов, которые тоже можно посмотреть. Так называемые чек-листы будут применяться только в отношении работодательства умеренного риска. Сейчас про рискориентированный подход расскажу. Ну, а с 1 июля вообще в отношении всех. Где можно посмотреть? Вот у нас ссылка на официальном сайте Рост Труда. Есть все эти проверочные листы. Презентацию у вас будет. Пожалуйста, можете скачать, пройти, либо самостоятельно найти. Они все есть. Так вот, что касается вот этих вот, как умеренного риска и так далее, это называется рискориентированный подход. С прошлого года мы тоже с ним работаем. Что это означает? Это означает, что если организация, молодец, выполняет все требования того законодательства, не нарушает права работников, значит, им можно доверять, им можно не проверять, и не включать в банк. Если организация постоянно что-то там нарушает, значит, это высокий риск. Всего таких 5 категорий. 5 категорий, и в зависимости от этого их будут проводиться проверки. Вот я сделала такую таблицу, чтобы вам было понятнее. Выдели 5 уровней риска, высокие от высокого до низкого риска, и в зависимости от этого, в зависимости от того, куда попала ваша организация, в какую группу, будет проводиться проверка. Организация с высоким уровнем риска, одна проверка в течение двух лет, с низким риском вообще плановой проверки не проводится, вас просто не включает в план проверок. Очень удобно, по-моему. Если вы посмотрите и попробуете рассчитать, это можете самостоятельно сделать, но не очень уверен, то можно зайти также на официальный сайт Роструда, и там есть список для деятельности с высоким риском размещен, со значительным риском и так далее. Там все написано, можете посмотреть. По персональным данным, как я уже сказала, страшилка, что в статью 13.11 Кодекса в административных правонарушениях вынесены дополнения. Было две части, теперь добавили еще. Дочистки 7 минус 2, 5. Еще 5 частей. Я вам просто красным выделила страшные вещи. Это штрафы. ДЛ – это должностное лицо, ИП – индивидуальный предприниматель, ну а ЮЛ – это юридическое лицо. Понятно, что на юридическое лицо наибольшие штрафы. За что? Например, за невыполнение оператором, предусмотренным законодательством, обязанностей по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему… Вот это про положение о персональных данных. Ну, если переводить на нашу язык, да? Трудовое законодательство. В каждой организации должен быть такой документ, незнакомый работника, и, пожалуйста, он должен быть в открытом доступе. Следующая часть тоже была введена. Это невыполнение оператором, предусмотренная обязанность по предоставлению субъекта информации, касающейся обработки его персональных данных. Работник приходит и говорит, а как вы обрабатываете мои данные? А он говорит, Аня, твое дело уходить. Все, нарушили, нарушили. То есть мы должны объяснить, показать, какая у нас средства защиты, там, в электронном виде и так далее, и так далее. Далее. Пятое. Невыполнение оператором в сроке установленного законодательства, требования субъекта персональных данных либо уполномоченных, блокировки или уничтожения, когда они являются неполными, устаревшими, неточными и так далее. Ну, допустим, кстати, вот это вот касается в том числе не только наших работников, но и соискателей. Соискатель прислал нам резюме, мы обработали, отказали, и все. А дальше что надо сделать? Уничтожить, официальный, факт и так далее. Потому что в противном случае он скажет, что это вы обрабатываете мои вторевшие данные, вообще незаконно полученные, где вы скачали новое резюме, я его не размещал. Штрафы, да? Вот. Дальше. Невыполнение оператора без использования средств, обязанности по соблюдению условий, обеспечивающих сохранность и материальных носителей, исключающих несанкционированный доступ, уничтожение, изменение и так далее. При отсутствии признаков уголовно-наказуемого деяния. Если это уголовно-наказуемое деяние, там, вообще, все страшно, это уголовный кодекс, вплоть до ареста и всего прочего. Мы говорим в рамках административного кодекса, поэтому здесь вот только штрафы. И, наконец, еще одна часть введена. Это невыполнение оператором, то есть работодателем, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, обязанности по обеспечиванию персональных данных, либо несоблюдения установленных требований или методов по обезличиванию персональных данных. В государственных организациях есть определенные требования. Обратите внимание, здесь только на должностное лицо. Штраф только на должностное лицо, потому что именно это должностное лицо, допустим, руководитель организации, допустил вот такое нарушение. Вот так. Ну и хочу подвести итог. Мы с вами рассмотрели особенности заключения трудового договора с несовершеннолетним, рабочее время, время отдыха изменения, изменения в оплате труда, внедрение профессиональных стандартов, новое в кадровом делопроизводство и новое проверка государственной инспекции труда и Роскомнадзора. Сейчас, как и договаривались, я вам задаю вопросы, вы отвечаете на эти вопросы, и дальше я отвечаю на ваши. Готовы? Все. Вопрос первый. Может ли работодатель отказать в просьбе родителя ребенка до 14 лет или 18 лет для ребенка на лето в восстановлении неполного рабочего времени? Варианты. Подождите. Варианты. Да, может отказать в любом случае. Нет, не может отказать. Работодатель может отказать в просьбе в случае непредоставления справки с работы второго родителя о том, что такую льготу супруг не использует. О, наши вебинаристы уже все правильно ответили. Ну и я надеюсь, что мы поддерживаем вебинаристов. Вы правильно тоже говорите. Это третий ответ. Следующий вопрос. В каком случае перерыв для отдыха работнику может не предоставляться? Варианты. Будьте внимательны. Если продолжительность работы не превышает 20 часов в неделю, если продолжительность работы не превышает 4 часов в день, если продолжительность работы не превышает 4 часов в смену. так, вижу ответы. Уважаемые вебинаристы, вы правы, но частично. Они выбрали второй ответ. Все. Все. Первый, второй выбрали. Третий ответ, Юля. Молодец. Дело в том, что неполное время, там написано, только неполный рабочий день или смена. Что сделала я? Я просто разбила этот правильный ответ на два правильных. В день и в смену. И то, и другое правильно. Если работник работает всего 4 часа, ему можно не предоставляться. Ну, а про количество часов в неделю там ничего не сказано. Поэтому правильный ответ второй и третий. Следующий вопрос. С 1 января 2018 года величина оборота в России составляет, оставляет, будьте внимательны, 7800-9489-18742 или равен прожиточному минимуму. Второй правильный ответ. Вебинаристы отвечают, но все по-разному. Мнения разделились. У экспертов мнения разделились. Правильный ответ. С 1 января 2016 года 9489 по России. Это другой вопрос. Это уже эмоции. Четвертое. Оплата в повышенном размере за работу выходной и нерабочий праздничный день производится. Будьте внимательны. За полный рабочий день смену, за часы, фактически отработанные работниками, или за часть рабочего дня смены отработанную работниками. Так, наши вебинаристы задумались. Нет, уже есть ответы. Так, у вебинаристов одинаковые ответы. У всех они выбрали второй ответ. Но мы-то понимаем, что здесь два правильных ответа. Это за части, фактически отработанные работниками, это правильный ответ, из-за части рабочего дня смены отработанную работниками. По смыслу здесь ничего не меняется. Факт, факт и так далее. Поэтому два правильных ответа. И второй, и третий. Да, правильно. Ну вот, вебинаристы тоже выбрали и второй, и третий. Спасибо. И последний, заключительный вопрос. С 23 марта 2018 года в пилотном проекте по переводу кадровых документов в электронную форму принимают участие все работодатели, независимо от формы собственности, все государственные организации, восемь работодателей, например, или такого проекта не существует. Третье. Так, и очные слушатели и вебинаристы выбрали третий. Но, правда, есть еще и вариант второго, все государственные организации. Нет, рановато еще со вторым, я думаю, что это будет чуть позже, пока вот это пилотный проект, правильный ответ, восемь работодателей. Спасибо. Я еще раз хочу напомнить, что все темы, которые мы с вами затрагивали, они более подробно изучаются в направлении кадровой работы в современной организации. Мы вас приглашаем. Документы об окончании, которые мы выдаем, либо удостоверение, повышение квалификации, либо дипломы профессиональной при подготовке. И еще мы вас приглашаем присоединиться к нашему клубу. Это HR-клуб, он работает у нас несколько месяцев всего, в ВКонтакте. И вот у вас тоже на слайде будет ссылка, если хотите, приходите, мы всегда очень рады видеть. Там мы обсуждаем всякие кейсы, всякие интересные вещи, вы можете там же задавать нам вопросы, что у нас там еще есть, интересно, статьи, книги обсуждаем, работу друг другу еще мы предлагаем. Поэтому у нас очень... Что еще делаем? Истории рассказываем, видите, картинки, да. У нас есть разные картинки, инфографика и все прочее. В общем, мы здесь живем и вас тоже приглашаем участвовать активно. Ну, а теперь, пожалуйста, ваши вопросы. Мы вас благодарим за внимание к нашему центру. Ваши вопросы вы можете отправлять по адресу осведушево.собакоспециалист.ру Благодарю за внимание. Спасибо.